МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим про здоровый, дворовый, нормальный человеческий российский спорт. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните, оставляйте свои заявки, постараемся вместе во всем разобраться. Напомню еще разок дворовый спорт. Наши гости сегодня. Виктор Егорович Погиблов. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Егорович, руководитель рабочей группы Общественной палаты, которая занимается развитием дворового спорта. Кроме того, вы являетесь, если я не ошибаюсь, консультантом-экспертом Общественной палаты. Да, Общественной палаты. Чудесно. А также Виктор Александрович Сидяк. Виктор Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Виктор Александрович, конечно, очень многие у нас знают. Это четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира по фехтованию на сабле, трехкратный обладатель Кубка мира и пятнадцатикратный обладатель Кубка европейских чемпионов, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Огромное вам спасибо, что вы к нам сегодня все приехали. Тема дворового спорта довольно важна для нас, я считаю, особенно в силу недавних допинговых скандалов и так далее. В общем-то, понятно, что, несмотря на все спортивные успехи, нам нужно думать и о том, кто будет дальше. Кто будет через десять лет у нас ездить на Олимпиады, кто будет через двадцать лет хвастаться тем, что он четырехкратный олимпийский чемпион и так далее. И все это, конечно, идет наверняка из детства. А если и не из детства, то... Со двора. Со двора, конечно. Даже если вы взрослый человек, ну а где вы будете себя поддерживать в форме, если не у себя, фактически не дома, правильно? Давайте вот сперва с базовых таких вещей начнем. Что у нас вообще сегодня с дворовым спортом происходит? Живой он, неживой? В каком он состоянии сегодня? Ну, давайте я начну. Прошу. Коль я уже занимаюсь дворовым спортом уже сколько лет, сейчас в общественной палате проводим много мероприятий, но это мероприятие, они как бы вот такое, можно сказать, разовое. Нет такой системы, чтобы вот организации единого союза дворового, там, районного нашего, да. Вот мы к этому стремимся, хотим это. Вот я продолжатель дела Куренцова, Сидяка. Вот это они, олимпийские наши чемпионы, которые начали это и ратуют давно за это. Вот, развитие дворового спорта. Для дворового спорта нужны такие, это не просто вот спорткомитет, спорткомитет, у них своей работы много, нужны энтузиасты, нужны люди, которые организаторы во дворе. Организаторы, вот какой-то, как раньше там было, вот дядя там вышел и там занимались. Раньше занимались, я вас перебью, извините. Раньше даже дворовым спортом, вот в советское время, занимался дворник. Он был не только, он не был таким точно дворником, он был полпредом даже этого милиционера, который... Все верно, да. Присматривающий за двором человека задуман. Совершенно буквально. И он каждого знал мальчишку, каждого, кто чем занимается, кто чем дышит. И, а сейчас, извините меня, мы... И все их вредные привычки, кто курит, кто не курит, да, да, да. Дело в том, что большой спор начинается именно с этих площадок. Если становится спортсмен из двора выходит, мы же, Куренцов, я, Вемы, мы занимались во дворе тоже. И теннис, и пинг-понг, и стрельбой там занимались, и велоспортом, и... Да, и, ну, основной, Виктор Александрович, я считаю, что вот и вы, мы с вами говорили, что основное направление, даже если не получится олимпийского чемпиона, главное, ребят, отвлечь от всех этих вредных привычек, от Курева, от того же самого... Вот сейчас мы проводим... Получается, здоровое поколение. Вы вспомните, вспомните недавние все эти истории до реформы армии, там, в 2008-2008-2007 годах, когда внезапно пошли в наши подразделения, где срочники служат, и начали вообще смотреть, ребята занимаются ли хотя бы нормативами школьными. Солдаты, так называемые. Выяснилось, что у нас срочники приходят со школ, мальчики, физподготовкой, уступающие там 12-летним ребятам, которые в Советском Союзе занимались. Совершенно буквально. Школьникам. Вот поэтому надо готовить этих ребят, им физическую подготовку. Прививать с детства. Прививать с детства во дворе. Я так понимаю, у вас есть идея, как это сделать. Мы сейчас об этом поговорим, а сперва примем звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Зинаида Федоровна. Я живу в гусарской балладе, вторая очередь, на улице Дениса Давыдова. У нас в гусарской балладе нет ни одной площадки, на как дети могли бы позаниматься каким-либо спортом. Стоят одни вот эти бытовки, на территории жгутся костры, люди гуляют, здесь обещана школа, стадион, но уже три года после обещания ничего не происходит. Ни открыт ни один детский сад и ни одной площадки на всей территории для занятий спортом ребят вообще нет. И никто об этом не думает. Зинаида Федоровна, а как же получается с этой ситуацией у вас бороться? Куда ребят отправляете? Кто куда, кто развозит. То есть в другие городские поселения приходится ездить, в Одинцово опять же, да? Конечно, конечно. В какие-то платные клубы, да? А здесь, ну, просто нельзя даже на велосипедах покататься или просто поиграть в футбол. Я уже не говорю про хоккей, вот прошло три зимы, как мы тут живем. Ну, ничего, вообще ничего. Кстати, вот сегодня, сегодня я по телевидению слушал Воробьева. И он, разработали они в Московской области программу целую по наведению порядка во дворах. Строение площадок, вычищение, ну, все буквально, что касается двора. Так вот, к сожалению, ни один не сказал о том, а кто за этими площадками будет смотреть. Потому что вот в моем микрорайоне, в восьмом я живу, площадка прекрасная, там с утра до вечера занимаются молодые ребята. В пятом микрорайоне то же самое. Но площадки приходят в упадок, портятся там покрытия, потом там разрушаются. А подчинить никто не может, потому что они не на балансе. Виктор Александрович, получается, видите, какая ситуация. Вы сейчас говорите о том, что в жутком состоянии площадки. А у Зинаида Федоровны вообще ни одной площадки нет. В любом случае, огромное вам спасибо за звонок. Ну, я уверен, что позиции общественной палаты, я здесь могу предположить, в любом нашем населенном пункте, это позиции общественников, и властей, и нашего главы района должны быть возможности для того, чтобы и дети, и взрослые занимались не то что спортом, а вообще-то своим здоровьем. И поддерживали себя в нормальной физической форме. Так что, уверен, специалисты из общественной палаты, мы им передадим, конечно, ваши данные с вами свяжутся. Конкретно по вашему населенному пункту поработают, ездят наверняка с рейдами, пообщаются с местными властями, и, ну, даст бог, даст бог что-нибудь, да получится. Давайте пока, да, нашу тему продолжим. Действительно, вот вы сейчас сказали о площадках, которых у нас полно, но которые в жутком состоянии, потому что они вроде бы как и муниципальные, но вроде бы как и хозяина при этом не найдешь. Не на балансе. Вот я вам приведу пример. Там, где живет Куренцов на Бирюзово, прекрасную площадку сделали. Выходит Куренцов сам каждый день в 10 утра и проводит сам там занятия с тем, кто там проходит. Или приходят там ребята, подходят на площадку. И подошел один слесарь, я там увидел, что один тренажер немножко не в порядке. Я говорю, ну слушай, ты можешь привести в порядок, подварить здесь? Он говорит, а я не могу. Потому что если я сделаю что-то и случится с ребенком что-то, то я буду отвечать. Поэтому должны эти площадки не только построены быть, и спасибо нашим властям, которые построили эти площадки, но они должны быть у кого-то на балансе. Обязательно должен быть инструктор, который бы следил за этими площадками, чтобы они не выходили. Ответственный человек, кто должен отвечать, поставить на кадастровый учет. А коль поставили на кадастровый учет, значит кто-то несет, кому поставили, кто-то должен за них нести ответственность. А насколько может вообще, допустим, общественная палата нашего района этот вопрос как-то форсировать? Предположим, Виктор Александрович нашел объект, не пойми, кто за него отвечает, ремонтировали 20 лет назад. Вот можно ли хозяина найти ваши средства? Мы проводили мониторинг, в том числе и общественная палата проводит, так же как и детские площадки проводили мониторинг. А постановки на учет, на кадастровый учет. Оказывается, это непростая процедура. Для этого надо большие средства. Иногда выясняется, что земля не принадлежит району, она принадлежит федералу. Где-то построили площадку на коммуникациях. Наверное, это в особенности справедливо для городков в районе Кубинки военных, которые только недавно начали на баланс муниципалитета передавать, где не то что детские площадки, там целые города были вроде бы как, федеральные, но при этом нищие фактически. Военные городки, вот именно. С военными городками проблема большая. Но наша проблема дворового спорта, это мое мнение, я высказываю мое мнение и Куренцова, что необходимо на этих площадках специально людей, инструкторов по спорту, которые бы и следили за этими площадками, и проводили с жителями этого района. Мы проводили соревнования по разным видам спорта, потому что многие хотят позаниматься. Какие запросы у населения есть, у людей хотят играть в волейболе. Насколько мне известно, недавно как раз-таки у нас общественники проводили круглый стол по этой теме, я так знаю, Виктор Александрович, вы там тоже были, Виктор Игоревич, и вы выступали. Мы хотим сейчас посмотреть, как проходило все это, а потом продолжим беседу. Уважаемые телезрители, прошу. Одинцовская общественная палата уделяет большое внимание развитию массового спорта среди молодого поколения. В ходе заседания были рассмотрены вопросы практического решения проблемы в молодежной среде. В настоящее время правительство Российской Федерации, Московской области, общественность, РПЦ уделяют большое внимание работе с молодежью для отвлечения их от вредных привычек, чрезмерного увлечения интернетом, наркотиками и так далее. Советский спортсмен-фехтовальщик, четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Сидяк отметил, что на спортивных площадках не хватает дворовых организаторов. Он предложил создать систему подготовки инструкторов, так как массовый спорт – это начало пути к высоким достижениям, к олимпийским медалям. Инструктор по спорту выходного дня, по месту жительства, он должен работать в основном пятница, вернее, суббота, воскресенье, вот дни. Организовывать там, взять, допустим, провести поднятие тяжести тоже, взяли гири, там это и прочее. На встрече также отметили, для того, чтобы спортивные площадки содержались в хорошем состоянии, необходимо их качественное обслуживание. В настоящее время началась работа по постановке их на баланс. Основная нагрузка при этом ложится на плечи бюро технической инвентаризации и техинспекции. Им предстоит провести тщательную проверку объектов недвижимого имущества Одинцовского района. Ну что же, вот такое недавно совещание прошло. Вкратце моя коллега познакомила вас с его содержанием. Ну давайте мышку развернем, правильно? Я так понимаю, Виктор Александрович, как раз вы об этом и говорили сейчас, инструктор выходного дня. Ну это так я образно назвал. Он должен быть не только в выходные дни, он должен быть человек, который знающий виды спорта. Не только там один вид какой-то, а который бы был в курсе дела, какие площадки, как их привезти. Хороший грамотный физкультурник, вообще говоря. Совершенно правильно, да. Организатор. Хороший организатор. Организатор. Не обязательно тренер, не обязательно тренер. Не обязательно, да. Хороший организатор. Который бы любил это дело. Вот это самое главное. Слушайте, ну а где же мы их возьмем-то? Разумеется, в каждом доме наверняка есть организатор. У них все организаторы хотят. Но, Виктор Егорович, вы же не будете бегать по каждому двору. Светослав, вот для того, чтобы вот таких организаторов... А как привлечь? Таких много. Привлечь. Вот мы уже тем, что мы здесь говорим об этом, это мы уже привлекаем. Озвучиваем, да. Озвучиваем. И для этого вот наш спорткомитет, администрация уже городская районная, мэр наш, мы с ним давно в этом направлении с Гусем говорим. Он нас поддерживает. Спорткомитет районный. Вот в прошлый раз мы, кстати, приглашали, был у нас Алянич Алексей Юрьевич со спорткомитета. Он понял, понимает вот это самое все положение. И по поводу инструкторов, он согласен полностью, что надо обучать дополнительно инструкторов дворовых, именно организаторов, обучать из числа тех же отставных офицеров. Совершенно. Это уже воспитатель. Если он командир, он работал с личным составом, он уже воспитатель, да. Кстати, вы знаете, опять же, мы только что говорили о военных городках. Военных. Ведь кроме них очень много у нас поселений, городских и сельских, в которых большое количество населения, это не просто военнослужащие, бывшие действующие, а еще и офицеры. То же Голицыно с Голицынским погранным институтом. Там, извините, сотрудники даже спецподразделений проживают. Соответственно, в общем-то, вроде как кадр-то есть. И в Голицыно, и взять Акубинку, взять вообще самый этот район. Финансируем. Вот, я потихонечку и выложу на эту тему. Деньги-то где брать на них? Им же надо платить. Потому что это не просто инструктор, который будет работать, он должен получать что-то. Конечно. А уже этот инструктор должен найти волонтеров по разным видам спорта. Организовывать, да. Его задача организовать. Потому что, вот, я смотрю, вот, по своему микрорайону, восьмому. Площадка, где футбол, она практически занята все время. Но она в таком состоянии уже, что там может и случиться какое-то несчастье. Не дай бог, конечно, я не хочу там на это. А на тренажерах там не очень-то много людей работают. Там иногда и маленькие мамы там посадят. Качельки. Ну, это уже как бы качели. Вот мы, если мы говорим об спортивных организаторах, это очень серьезное дело. Если его поставить, то самое, как мы говорим, на ставку конкретно, он будет работать, значит, он уже ответственный человек. За все, за то, что происходит на спортивной площадке, случись там что-то, он за это отвечает. То есть он как муниципальный работник уже будет? Да, уже. Вы предлагаете именно в муниципалитете создать, условно, скажем, подразделение, там, управление, орган, который будет ведомством заниматься? Физкультурный союз, физкультурный союз по развитию дворового спорта. Вот, и, значит, если этот человек занимается конкретно развитием дворового спорта, значит, он отвечает не только, естественно, за порядок. Значит, нужен график работы этой спортивной площадки от и до. Потому что сейчас очень много нареканий на эти спортивные площадки. Вот сейчас, пока мы проводим соревнования, сейчас вот были с Виктором Александровичем у нас в пятом микрорайоне, поздравлял он ребят. Ребята прекрасные, они слушают, все, для них это занято. Ну, проходит время, сейчас 10, вот, сейчас время летние каникулы. Ребята постарше могут гулять там всю ночь. Это значит шум, гам на этой же спортивной площадке. Кто за ними должен следить? Для этого мы же говорим опять про этих вот спортивных организаторов. Они должны, эти площадки, естественно, закрываться, провести ремонт, закрываться эти площадки, график работы. За все это отвечает вот этот спортивный организатор. Это вот мы так понимаем. Вот, сейчас создаются народные дружины. Вот, на первое время за порядком смотреть. Это быстро, к этому привыкают ребята. Когда там есть вот такой организатор, вот, для примера, мы опять же говорим о пятом микрорайоне. А прошли вот эти соревнования, когда тут мы с ними находимся, время позднее. Там они, ребята, предоставлены самим себе. Площадка открыта. Мы о чем говорим? Открыта площадка. Ее надо закрывать. График работы. Все это, для этого нужна плановая работа. И это понимают и в спорткомитете. Вот Алянич в прошлый раз, мы с ним уже который раз беседовали. Ну, мы с Куренцовым создали, помните, я вам передавал, создали функциональные обязанности инструктора. Чем он должен заниматься? Именно. Вот это оттуда. Когда появилась ОГИ, мы с Куренцовым, с ректором бывшим, говорили о том, чтобы сделать при ОГИ курсы повышения квалификации этих инструкторов. Предлагали уже давно это, да. Мы предложили там даже, ну, такую не совсем развернутую, но делали систему обучения. Что ему надо знать на первых порах инструкторов. Послушайте, ну, во что же тогда все упирается? Получается, и в спорткомитете все понимают, и идейные люди есть, и проект уже есть конкретный. В чем проблема? Проблема, вот начинаем, надо озвучивать и надо толкать. Надо таких людей. Вот мы с Виктором Александровичем... Ну, хорошо, поняли, людей найдем. Сейчас вот... Я правильно понимаю, вы извините, давайте черту, денег нет? Сейчас по круглому... Денег нет, правильно? По круглому столу. Так. По круглому столу. Нас поддерживает, в принципе, Лазутинова, Лариса Евгеньевна. Она поддерживает очень здорово в этом направлении. Она уже, как бы говорила, с Одинцовой, с Татьяной Викторовной. Мы собираемся на основании вот наших, так сказать, предложений по круглому столу от общественной палаты, от общественников, выносим свое предложение, и они, в принципе, администрация уже, в принципе, согласны, и надо решать вот по обучению инструкторов. Это начальное. Я думаю, в этот бюджет они внесут вот средства. Ну, слава Богу, потому что вот честно, у нас с вами разговоры, причем, Виктор Игорь Игоревич, причем мы с вами, вот лично с вами уже второй раз говорим про дворовый спорт, только там Александрович, мы сегодня первый раз. И идей классных просто полно, и людей замечательных тоже получается намного, и желающих. Но как-то, знаете, так вот всегда осторожненько-осторожненько-осторожненько вопрос о бюджетировании. И то, что вот вы сейчас говорите, получается, двинулся, да? Дело в том, что двигается. Главное не остановиться, надо двигаться, двигаться, потому что у руководства дел других очень много, но они понимают, они за, они понимают, что детей и вообще взрослым население надо это самое занимать, чтобы не занимались каждый там чем-то не это самое. Для вас полно. Ну, спорт это здоровье нации. Это физическая подготовка, это здоровая нация. Понимаете, вот у нас даже был лозунг с Куренцовым. Мы вот писали письма и говорили всем, что лучше миллионы тратить на спорт, чем миллиарды на таблетки. Понимаете, чем больше у нас здоровых будет людей, тем меньше будет вот этих строительства, огромных этих кардиологических центров. Я предлагаю сейчас, знаете что, Эксач, посмотрите. Пример как раз-таки одного из праздников, спортивных праздников дворов, который Виктор Егорович у нас как раз-таки проводит, он не так давно у нас проходил на День космонавтики. Если я не ошибаюсь, предлагаю прямо сейчас и посмотреть, как все это выглядело. В Одинцово Всероссийский День космонавтики встретили по-спортивному. Каждому известно, что настоящие космонавты держат себя в отличной форме, а здоровье закаляют с малых лет. Именно поэтому общественники решили включить в празднование Дня космонавтики спортивные состязания. Это сразу привлекло ребят школьного возраста. Торжественная акция прошла во дворе дома 4 по улице Маршала Крылова. Участие в ней приняли десятки детей. Двор самый спортивный в городе Одинцово. Мы еженедельно проводим по средам, по вторникам состязания. Жители пятого микрорайона. Это шестая школа, четвертая, вторая, четырнадцатая. Вот эти школы. Ребята померились силами в тяжелой атлетике, приняли участие в марафоне. Всех победителей ждали памятные призы и медали. Общественники района отметили, что подобные спортивные мероприятия пользуются огромным успехом у местных жителей. Ну что же, я посмотрел. Ну это здорово. Никаких сомнений. Действительно, детям людям интересно. Причем, вы видели, там не пять, не десять человек. Вот это золотой факт. Соснов, Воропаев, ветераны. Воропаев заслужен тренер Российской Федерации. Соснов прекрасный, он с детьми работает. Вы видели там полковника Алексея Егоровича Тимохина. Приглашаем ветеранов военных. Они детей поздравляют с награждением. Это прекрасно. Вручаем книжки, книги наших людей, которые значимых, которые нашего Одинцовского района. Но это вот частный, очень хороший один праздничек. Я хочу сказать, что физическая культура, физическая культура, это как путь развития нравственной культуры. Это инструмент развития нравственной культуры. Это отвлечение от интернета, от наркотиков, от всего. Это, Виктор Александрович, это основа. Ну, смотрите, вот этот праздник чудесный, который мы сейчас посмотрели, он был таким точечным, единичным. Нет, не единичным. Они сказали, что и каждый вторник, и среду. Но это, получается, конкретный двор и так далее. Я об этом. Мы же понимаем, для того, чтобы поколение, действительно, именно за счет дворового спорта, как-то на качественно свой уровень жизни, здоровья повысило, это должно быть массово. А массовость, это, конечно, всегда поддержка властей. Вот если продолжим мы сейчас нашу беседу по поводу того, что вы сказали, уже какие-то деньги, возможно, нашли, кажется. На сегодняшний день, как там, еще где? К этому трудно сказать. Но мы чувствуем пока понимание, что хотят с нами разговаривать. Хотят с нами разговаривать. Не отнекиваются. Да, да, да. И мы вот свои предложения будем уносить. Общественная палата пока, слава Богу, не пока. Я думаю, будут. Вот если она рабочая, вот сейчас, не только, вот посмотрела, она и по ЖКХ, и вот нам два года вот исполнилось. Прислушиваются, прислушиваются. Ну, потому что, наверное, что видят, люди работают не просто там, а работают честно, и что-то предлагают конкретное. И поэтому вот такие ветераны, как Виктор Александрович, их-то вообще надо привлекать. Спрашивать у них, как, что надо делать в обязательном порядке. Послушайте, а вы когда разрабатываете вот планы, непосредственно, не привлечение там людей и так далее, а вот конкретных тренировок, предположим. Вы как-то смотрите на другие страны? Европа, ближние зарубежья и так далее. Да зачем нам смотреть? Пусть они на нас. То есть, есть опыт свой, правильно? Вы знаете, я вам скажу, что вот сейчас там творятся безобразия на Олимпиаде, но чем, как говорится, больше нас там прессуют, тем лучше выступят. Я уверен в этом, понимаете? Уверен просто. Потому что дело в том, что у нас, когда берутся за что-то россияне, русские люди, всегда добиваются успеха. Ну вот возьмите, например, хоккей. Разве это российский спорт? Ну, хоккей, шайба. Фехтование нам говорили, значит, я вспоминаю, венгры, когда приехали, мы у венгров учились, они говорили, что вам надо лет 50 для того, чтобы достичь результата. А мы уже начали дубасить этих же венгров уже 60-го года. Я так боюсь, перечислял сейчас все ваши титулы, у вас, наверное, у одного наград побольше, чем у всей венгерской сборной за последние 10. Нет, у них много, у них много. Они очень хорошие фехтовальщики. Это даже не надо и говорить, мы у них учились. Но наступил такой момент, когда мы превзошли. Ну, это как раз-таки то самое уважение к сопернику, наверное, то самое, о котором сейчас Виктор Егорович говорил. И мы говорим, что чему нам учиться, если нам возродить нашу лапту, которую мы играли в детстве, мы ждали, когда лужайка растает от снега, и вперед. А это тот же бейсбол. Это бейсбол. Зачем нам бейсбол, когда у нас есть своя лапта? Вот мы говорим, бейсбол или что-то там еще. У нас свои эти игры. Свои виды спорта. Свои виды спорта, да. И при том, для того, чтобы развиваться, нам, вот понимаете, это прямо пропорциональная зависимость. Чем больше будут во дворах заниматься, чем больше будут отвлекаться от всех всяких там дел, тем больше у нас будет спортсменов. Конечно. И вот здесь подготовка, мы говорим о ГТО, чтобы быть ГТО готовым к трудообороне. Раньше, вот когда в Пресс-Советском Союзе Виктор Александрович был, было БГТО, будь готов, призыв БГТО сначала, будь готов. Тренировались, готовят. А когда ГТО, на ГТО надо сдать еще. А ГТО-то уже готов. Там золотой значок, на золотой надо было так потрудиться. Как и сейчас, вот это возрожденный комплекс, там тоже и бронза, и серебро, и золото. Поэтому вот надо, конечно, внимание обратить на дворовой спорт. И, конечно, это целая система. Мы ее разработали, она есть. Только нужно финансирование. Даже мы создали фонд, у нас фонд Олимпийских чемпионов, который может, и это инструмент, который может финансировать, но его надо наполнять. Виктор Александрович, Виктор Егорович, огромное вам еще раз спасибо, что вы к нам сегодня приезжали, эту тему обсудить. Тема действительно чудесная. Потому что это здоровье, это спорт, это сила, это готовность и страну, в случае чего, не дай бог, оборонять и так далее. Так что я надеюсь, что когда мы с вами в следующий раз встретимся, у нас уже конкретно в нашем районе, благо там уже не так далеко и принятие бюджета на следующий год, этот вопрос все-таки как-то будет. Мы хотели сказать, вот наполняемость нашей спортивной площадки, вот в пятом микрорайоне, вы бы посмотрели, это постоянно. Проводим соревнования в социальном центре нашей Гребницкой, там тоже проблемы есть, там нужны помещения, там же детей очень много, детей прихожан, а это же наши вот ребята, то же самое. А вам спасибо, что вы подняли эту тему. Ну, людям интересно, мы же актуальный вопрос принимаем. Так что еще раз спасибо вам огромное, будем надеяться, что к следующей нашей встрече уже все будет гораздо-горазд лучше. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся», сегодня мы говорили о дворовом спорте, о его перспективах и, главное, о его важности и актуальности для России в целом и для нашего Одинцовского района в частности. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, наш телефон 508-86-84, звоните в течение недели, мы все ваши запросы, пожелания обязательно передадим в общественную палату Одинцовского района. Кроме того, вы можете напрямую к ней обратиться на ее официальном сайте, воспользовавшись формой обратной связи или написав электронное письмо. С вами был Святослав Савенков, берегите себя и до встречи через неделю.